Не может быть, это же... Аниманго! О да, всем привет, друзья! I'll be back! Прошу прощения за то, что пропал на такой большой срок. Дело в том, что у меня в жизни были проблемы, которые нужно было решить. Если говорить откровенно, у меня их еще полно. И видео я делаю в надежде, что вы поддержите меня лайками, комментами и, конечно, донатом. Ибо вы моя последняя надежда. Я ничего от вас не требую. Просто если вы хотите поддержать меня, то ссылка на донат будет в описании под видео, а также в закрепленном комментарии. Мне было очень сложно, но я все-таки собрался с мыслями и решил вернуться на ютуб. Как вы знаете, на ютубе уже давно нету ни монетизации, ни какого-либо другого дохода. Но я не сомневаюсь, что среди вас найдутся люди, которые хотят и поддержат меня, чем смогут. Огромное вам всем спасибо! Я безмерно вам благодарен! Да, чуть ли не забыл, хочу поделиться с вами очень важной новостью. Многие из вас, наверное, в курсе, а для тех, кто не знает, я объясню. Недавно я сделал опрос в сообществе о том, что следует ли записывать видео со своим лицом. Многие согласились, так что думаю, в скором времени я так и сделаю. Обзор новых глав манги, обзор аниме и даже совместный просмотр, где вы сможете увидеть мою реакцию, например, на новый сезон аниме Блич, Человек-бинзопила, Моб-психа и, конечно же, Ван Панчман. Есть очень много аниме, которых я хочу с вами посмотреть. Я уверен, что будет очень весело и интересно. Что ж, а сейчас давайте перейдем к обзору 216 главы манги Ван Панчман, ведь мы для этого и собрались. На момент записи этого видео вышло 219 глав, но не беспокойтесь, я приложу все усилия, чтобы догнать Вана и Мурату. Сегодня вы увидите обзор, завтра озвучку на эту главу. Постараюсь выкладывать видео каждый день. Так вот, 216 глава полностью перерисована с веб-комикса Вана. Да, конечно, это не впервой, ведь Ван и Мурата вместе работают, и все рано или поздно шло к вебке. Но так было не всегда. К примеру, битва Гару против Сайтамы сделана намного масштабнее. Я про то, что Гару отправил Сайтаму на спутник Юпитера, перемещение во времени, появление Бласта и многое другое. В данной главе все в точности, как и в вебке. И это круто. До выхода этой главы я надеялся, чтобы они так и сделали. И какова была моя радость, когда я увидел, что они оставили все как есть. Да и в последующих главах то же самое. Что ж, давайте перейдем к обзору главы. Первая нас встречает крутая Та Цумаки на обложке, которая будто готова разобрать нашего киборга Геннесса. Сами посудите, зачем ей эти гайки и болты? Она явно показывает, что все еще держит обиду на Геннесса после того, как тот обозвал ее малявкой. Помните, в первом сезоне? Эй, Геннесс, разберись с ней. Эй, малявка, заткнись, пока я не заткнул тебя. Так вот, серьезно? Реально? Скажете вы. Да нет, это шутка. Может быть. А может и нет. А может пошел ты? Окей. Герой А-класса приходит в новую квартиру Сайтамы, в которую его заселили после того, как он лишился дома в городе Зен. Так вот, 104-я квартира... Хм, подождите. Вы думаете о том же, о чем и я? Сайтама? Фанат аниме Атака Титанов? 104-я квартира. 104-й разведкорпус. Может быть. А может и нет. А может пошел ты? Неожиданно для наших героев дверь открывает Кинг, сильнейший человек на планете, который тот же пришел к Сайтаме. Но его не оказалось дома. Те жутко испугались, встретив Кинга. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Видел? Они рассказали, что заселились по соседству. И их просто возмутило, что Сайтама не поздоровался с ними. Вот они и решили это сделать. Тем временем, ассоциация героев прилетела за свинобогом, который сбежал с больницы. И сделать они хотели это с помощью героя А-класса под именем Воздух. Он, конечно, не сможет этого сделать. Так как из ниоткуда появляется злая природная вода, которая стреляет в него и чуть ли не лишает жизни. А свинобог просто проглатывает эту воду. И все. А че так можно было что ли? Среди монстров, судя по всему, все еще остались выжившие. И одним из них является Чернос Пермий, который пытается как-нибудь выбраться из этих развалин. В этот момент он настигает Геннесса вместе с Сайтамой, которые ищут свои вещи среди обломков их дома. Чернос испугался, увидев Сайтаму. Ибо он единственный, кроме Геннесса, который знает о том, что это он остановил Гарроу одним ударом. Хотя, Кинг и остальные тоже, думаю, скорее всего догадываются. Может быть. А может и нет. Геннесса и Сайтама обнаруживают пса Орочи. Чернос Пермий думает, что они сейчас его грохнут, но не тут-то было. Сайтама берет бродягу на руки и начинает его тискать. Он говорит Геннессу, что собака лучший друг человека. Хоть Геннесс и ответил, что собачка и вправду милая. Но по его взгляду понятно, что он ревнует. У Геннесса неожиданно появляются дела, и он уходит. А Чернос Пермий, увидев, что Сайтама очень добр к животным, и самое главное, очень сильный, подумал, что лучшей защиты и быть не может. Так как, по его мнению, он защитник животных и надеется, что он заберет его домой вместе с бродягой. На этом 216 глава заканчивается. Что ж, начало новой арки очень даже крутая. Как я уже говорил в начале, я очень рад, что они оставили все, как было в ветке. Я немедленно возьмусь за озвучку этой главы и постараюсь завтра же закинуть видео на канал. Послезавтра выйдет мой обзор на 217 главу, после озвучка, ну и так далее. А еще скоро выходит 220 глава, и мне нужно поспешить, чтобы догнать Вана и Мурату. Так что ждите ежедневных видео. Если хотите поддержать меня, ссылка на донат будет в описании и в закрепленном комментарии. Не забудьте также поставить лайк этому видео и подписаться на канал. Огромное всем спасибо за поддержку. Ну а с вами был Аниманго. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok